Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и программа «По существу». И сегодня у нас в студии, исполняющей обязанности заместителя главного врача, заведующей боксированным отделением детской инфекционной больницы города Чебоксары, Надежда Жукова. Надежда Юрьевна, добрый вечер. Надежда Юрьевна, в республике, к сожалению, зарегистрированы несколько случаев заболевания птичьим гриппом. Понятно, что специалисты сейчас предпринимают целый комплекс мер, но нам с вами хотелось поговорить о другом. У населения возникает множество вопросов совершенно резонных, начиная от того, как уберечься, и насколько вообще опасно это заболевание, и заканчивая какими-то элементарными мерами профилактики. Давайте сегодня обсудим, начнем по порядку, насколько это заболевание опасно для человека. Ну, заболевание, оно для человека опасно, но переживать сильно по этому поводу не надо, по поводу именно заражения. Если мы будем соблюдать элементарные правила личной гигиены, то заражения можно избежать. Что нам для этого нужно делать? Нужно избегать тесного контакта с инфицированной, дикой и домашней птицей, не допускать детей к открытым водоемам, не управлять в пищу сырую воду, не купаться в водоемах, использовать только в пищу термически обработанное мясо птиц, яйца. Ну, такие как бы элементарные правила личной гигиены. И тщательно мыть руки. Воду мы используем либо бутилированную, либо кипяченую. Ну, вот и все. То есть достаточно мытья рук и термической обработки. Ну, достаточно термической обработки. Это вареное в крутое яйцо не меньше 10 минут. И термически обработанное мясо – это прожарка, значит, в течение не меньше, чем полчаса. И, соответственно, варка 30 минут 1 час. То есть этого, в принципе, достаточно. Достаточно, да. Какая продукция в первую очередь должна вызывать опасения? То есть к чему нужно относиться с осторожностью? В общем, мясо нужно покупать и яйца только в спецификах торговых учреждений, то есть в магазинах, только на рынках, которые имеют разрешение для продажи мяса и яиц птиц. Не покупаем, значит, мясо и яйца у частных производителей. Ну, это у дедушек, бабушек в деревнях, несанкционированных местах для продажи. То есть это обычно бывает возле рынков продают. Или через знакомых, чисто домашнюю птицу. Ну, вот мы сейчас говорим о тех мерах, которые, ну, в общем, больше потребителям продукции. Если так получилось, что в хозяйстве уже зарегистрирована эта ситуация, да, заболевание само, как быть человеку? Ну, вообще, необходимо сообщить ветеринарную службу. Уже подъедет ветеринарная служба и все мероприятия приведут, согласно санитарным правилам. Если не подтверждено заражение птицы, то есть каким образом нужно, там, я не знаю, перестать вообще с ней контактировать или, может быть, носить какую-то специальную одежду, обрабатывать помещение, что требуется? Ну, вообще, значит, если у вас птица заболевает, что птица не так себя ведет, как обычно, да, если птица, значит, померла, вы видите, что птица лежит мертвая, близко к этой птице не подходим, голыми руками эту птицу не трогаем. Желательно дождаться ветеринарной службы и уже вот провести необходимые профилактические мероприятия. Насколько птичий грипп опасен для других животных? То есть может ли передаваться, ну, например, кошка схватила умершую птицу? Ну, вообще, переносчиком, скажем так, этого вируса кошки не являются, собаки тоже не являются, только чисто птица, любая птица, водоплавающая, летающая, домашняя, там, курица, утки и так далее. Я так понимаю, что горожанам стоит быть осторожными, особенно с голубями. Да, 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 обязательно. И то есть, да, и то есть детей тоже, если выезжаем на природу, детей не подпускаем близко к воде, особенно вот в пруды, озёры, там, где стоячая вода в основном. Если вдруг заражение произошло, то есть какие симптомы у заболевания? Ну, вообще, от момента заражения до появления первых симптомов заболевания проходит обычно от нескольких часов до пяти суток. У человека появляется озноб, повышается температура до 38 градусов и выше, могут беспокоить мышечные боли, головные боли, могут быть боли в горле. На второй-третий день обычно появляется влажный кашель, в кашле, в мокроте могут появляться прожилки крови, может появиться одышка, затрудняется дыхание. Вот в таких случаях, когда мы выявляем, то есть видим, что появились такие признаки заболевания, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и в своё время начатого адекватного лечения. Самолечением заниматься не надо, то есть лечение должен назначать врач. Может ли птичий грипп протекать бессимптомно? Бессимптомно нет, не может. То есть всё-таки вот сигналом служат? Да, хотя бы признаки ОРЗ, подобные признаки. Вот это насморк, кашель, температура. То есть надо быть осторожным в состоянии, находиться постоянно. И, Надежда Юрьевна, вот за то время, что вы работаете врачом-инфекционистом, бывали ли случаи, подтверждённые случаи заражения людей именно птичьим гриппом? Вот у нас в республике таких случаев не было. Вот в детской практике таких случаев не было. Будем надеяться, что впредь нам удастся удержать эту ситуацию под контролем. Мы желаем всем здоровья и надеемся, что наши советы будут услышаны. Всего доброго, берегите себя.